Приветствую вас. Для начала, наверное, было бы неплохо понять, чего вы хотели бы. То есть, вы спрашиваете нас, что делать, чтобы что? Что вы хотите конкретно? Что конкретно вам, к примеру, нужно? То есть, вы хотите, например, расположить девушку к себе? Если. То это, наверное, одно. Если вы хотите положить девушку к себе. Если вы хотите, там, допустим, к себе разобраться. Если вы хотите понять, что вам, например, делать. То это, соответственно, другая история, другой момент. Пока что мне видится ситуация такой, что вам желательно бы просто находиться рядом с ней. И просто вот, будучи с ней рядом, обеспечивать ей необходимую поддержку. Теплого внимания, чтобы она, возможно, чувствовала себя спокойнее. Чтобы она, возможно, чувствовала себя стабильнее, судя по тому, что вы пишете. То есть, раз у нее есть такие сложности в физике. Другое дело, чего вы хотите от нее. Другое дело, что вам от нее нужно, и может ли она вам это дать. К примеру. Вот это, конечно, большой вопрос. Потому что, если вы, к примеру, не уверены в том, что готовы для нее что-то делать. То, наверное, лучше ничего не делать. Потому что, ну, может так случиться, что она не удовлетворит ваших потребностей, может так случиться, что она не сможет дать вам то, чего вы хотите. И, соответственно, вы почувствуете только лишь разочарование и какую-то обиду на нее. Кроме того, в отношениях, в данном случае, очень важно соблюдать некий баланс между поддержкой какой-либо к человеку. Да? Поддержкой. И здоровыми отношениями. Такими здоровыми, адекватными, равноправными отношениями. В которые вы можете не вступить, ну, просто вот в силу того, что относитесь к ней, например, в излишней степени, в излишней степени, как к ребенку. Я не говорю, что это обязательно ваша история. Не хочу сказать, что это обязательно прямо ваша история. Но, тем не менее, все может быть в данном случае, и такой вариант исключать, на мой взгляд, ни в коем случае нельзя. Нельзя, потому что, ни одни, ни одни отношения так распадались. Завершалось. И мне бы не хотелось, не хотелось, чтобы и у вас была примерно такая же история. Вот. Поэтому, смотрите сами, решайте, что вам нужно самому, в первую очередь, от девушки, от человека, как вы будете себя вести, что вы хотите. Вот. Решать это вопрос самостоятельно. Вот. А мы вам сможем помочь в том, например, что вы решите. То есть, если вы что-то решите для себя, то мы вам, в принципе, в этом можем помочь. Вот. Значит, на данный момент девочка просто не уверена в вас и, может быть, даже не знает, как себя вести. Вот. То есть, в чем ваша проблема, да, вы пишите, что я не знаю, что делать, как быть. Это первый раз, когда я влюбил себя серьезно. То есть, знаете, ну, первая влюбленность всегда кажется серьезной. Но сделать подпечные выводы здесь я вам не рекомендую категорически, потому что ничего хорошего, как правило, из этого не получается. То есть, в этом нужно отдавать себе счет, что ничего хорошего не получается. От того, что вы, вот, первую свою влюбленность воспринимаете серьезно. Так это, конечно, серьезно, безусловно, это серьезно. Но, необходимо только отдавать себе счету, что вы хотите, что вам нужно, и чего вы ждете от человека, чего вы ждете от девочки, чего вы ждете от себя, что вы можете видать, что она вам должна отдать. Вот эти истории все нужно, безусловно, определить эти условия, эти моменты нужно, безусловно, для себя все осознать, да, и, соответственно, подкорректировать свою модель победения, подкорректировать свое отношение, возможно, да, возможно, иметь смысл от девочки, немножечко отстраниться, да, сейчас. Возможно, если вы слишком сильно с ней сблизились, вот. Но я ни в коем случае не говорю, что это нужно делать специально, ни в коем случае не хочу сказать, что это нужно делать специально, вот. Но, тем не менее, если вы чувствуете, что через с ней сблизились, то вполне, вполне вероятно и вполне нормально для вас будет это сделать, вот. Потому что, без этого, без этого, я боюсь, что будет вам, ну, собственно, только хуже, и вам хуже будет, и, соответственно, девочке тоже хуже будет. Вот. В этом нужно отдавать себе отсчет. Вы сейчас берете на нее ответственность, на девочку, соответственно, если вы, если вы поведете себя, ну, как-то вот, не совсем адекватно, да, не совсем правильно, если вы поведете себя не совсем, а-а-а-а, качественно, если вы поведете себя не совсем верно, вот. Что, в общем-то, это причинит девочке лишь столько боль, чего, я полагаю, вы не хотите, не хотели для себя и для нее, потому что вы, ну, теперь вы о ней заботитесь, судя, потому что вы пишете, судя, потому что вы пишете, судя, потому что вы описываете. Вот так можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Не совсем получился, конечно, он у вас определённый и чёткий вопрос, потому что не очень понятно, что вы хотите и что вам, вообще-то говоря, нужно, да. Вот, ну, я надеюсь, что вы для себя как-то вот эти моменты определите, я надеюсь, что вы для себя как-то решите, вот, что вам делать и, соответственно, уже мы вам поможем. Всё, 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 в чём сейчас наибольшее для вас, скажем так, противоречие. Ну, просто, вот, выявите для себя, вот, противоречие, наибольшее противоречие, которое у вас есть, вот, сейчас, на данный момент. Вот, вам нужно его, это самое противоречие, выявить. Вот. И тогда мы сможем помочь. На этом всё, я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи вам. Александр Ильичи